Ребят, теперь у нас действительно есть уже кабины именно под ДТЗ-5244, правильно? Витя, давно уже есть, а мы не знали. Вот с печкой, с зеркалами, с дворником, с фарами. Есть и без печки. Подешевле чуть-чуть будет и легче в установке. В общем, если что, звоните, заказывайте. Кабина получается с одной дверью. Краткий обзор, в принципе, ничего сложного здесь нет, но она, в принципе, становится очень хорошо на ДТЗ. Вот задняя обрешетка, тут стопы, подключается все. И на ДТЗ-шечку, на которую не идет оригинальная кабина, изначально мы можем вам установить. Ну, мы уже это делали, у нас есть предыдущие ролики. Сейчас еще, может быть, посмотрим на выходе, как получится трактор с ДТЗ-5244, или с кабиной. И обязательно вам это покажем. Дорогие друзья, привет всем. Доброго вечера всем подписчикам, фолловерам, поклонникам, хейтерам, любителям, покупателям, клиентам, заказчикам, ожидающим, подсматривающим, ненавидящим и любящим. Всем привет! Всех поздравляет канал minitractor.ukr с первым днем зимы, а значит, мы презентуем вам сегодняшний день, в котором мы показали немножечко кабины, как она выглядит на ДТЗ-5244HPX, не оригинал, и как она сейчас будет смотреться, когда уже ребята из команды достаточно неплохо и профессионально поставили, потому что до этого кабины были нет под ДТЗ, и их приходилось подгонять. На сегодняшний день мы имеем в продаже достойную кабину на трактор ДТЗ-5244NRHPX, кто как хочет называть, мы напоминаем, что это полноприводный трактор китайского производителя завода Чангфа, на 24 лошадиных силы, реверсивная коробка, мы знаем все-таки из премиум линейки китайской, это в действительности довольно-таки конкурентно способный трактор, и сейчас же мы посмотрим, насколько кабина встала, как она выглядит, что имеет в себе, и ее герметичность. Итак, еще раз скажу, с вами канал Мини Трактор, и мы продолжаем обзор кабины, которую установили на трактор ДТЗ-5244NRHPX, китайского завода, производителя завода Чангфа. Вот, кабина не оригинальная, кабина установленная уже здесь, под заказ для клиентов Запорожской области, и мы сейчас посмотрим, также еще раз делаю акцент на том, что именно под ДТЗ эта кабина сделана, ее уже можно свободно, спокойно заказывать, если у вас есть трактор, но на нем еще не стоит кабина, мы вам ее доставим в любую точку Украины, как и доставляем трактора. Итак, поехали. Что мы видим в задней части данного трактора? В принципе, все, под резинку, конечно, есть небольшие зазоры, немножечко надо уплотнить, под резинку сделана здесь пластина, которая идет уже в комплекте к трактору. Здесь у нас идет вот так вот прокладка резиновая, вот так вот по всей длине вдоль крыла. Уже крылья не надо поднимать, не надо ничего подпиливать, подваривать. Обрешетка здесь имеется, здесь окно, оно открывается с той стороны, сейчас это посмотрим. Вот такие прямоугольные зеркала, белая крыша. Здесь у нас фары есть, передние, и вот пластина зашитая здесь, получается, и уплотнена резинкой достаточно хорошо. И, кстати, в зависимости от Донфенга, от оригинальной кабины, даже Донфенга, мы не имеем тут щель размером 45-ю ногу, которая свободна в Донфенге, кстати, и хоть и на оригинальном имеет, ну, вот такой минус. Что мы видим тут? Здесь у нас обрешетка идет, получается, такая, да, вот защита от веток, от повреждений. Кабина, конечно, квадратная, но, тем не менее, она имеет все функции, которые, в принципе, необходимы для кабины. Стопы и повороты есть. Здесь у нас просто стекло получается, и дверь, получается, с одной стороны. Здесь также зеркало прямоугольного типа. Заходим в кабинку. Вот такая вот здесь обшивочка, получается, двойная. Двойной ряд, туда можно, в принципе, еще что-то, какую-то шумку поклеить, шумоизоляционную, ну, подукрепить немножечко от шума. Здесь вот она так вот встала, прям все вот неплохо так, достаточно. Я видел похуже, потому что были даже не ДТЗ-шные кабины. Здесь у нас идеально уплотнено. Ребята заработали на дорогой обед от канала Мини Трактор. С удовольствием их этим угощу. Здесь, конечно, мы имеем некоторые вот моменты, которые нуждаются все-таки, чтобы не летела пыль, если мы хотим, ну, в каком-то дополнительном уплотнителе. Но, тем не менее, еще раз делаю акцент на том, что и в оригинальных кабинах, в Донсенгах, в Джимах, там еще в каких-то тракторах есть подобная погрешность. Вот, тут коверчик лег, идеальненько, в принципе. Вот она, это его обшивочка. Кстати, в цвет практически попадает, нету разбежности, практически нету разбежности в Тоне. Что у нас здесь мы видим? Заходим в кабину, здесь у нас получается, ну, не буду уже открывать, открывается вот так вот на проветривании окно. Ручка есть. Получается, здесь у нас печка установлена, ее там шлангами просто закинуть в шланги, в радиатор, в обход. Здесь у нас еще дополнительное окошко, которое вот так вот открывается. То, что я вам сказал. Тут все вот так вот выглядит, так вот зашито. И вот такой обзор сегодня кабины. Здесь у нас моторчик для дворника. Да, все подключается, все с подведенными проводами. Свет подведен. Вот, видим, все есть. Так что, дорогие друзья, если вы еще не поставили кабину на свой ДТЗ-5244, обращайтесь. Мы доставим трактор вам, куда вам надо. А если вы наш клиент, вам будет скидка. И если вы хотели трактор ДТЗ-5244 с кабиной, мы вам ее можем установить. Установка у нас бесплатная, при условии покупки трактора. Вот так вот. Ну что, заведем? Наконец-то. Немножко шумновато здесь, конечно. Продолжение следует. Вот такой вот аппарат. Простите за поздний вечер, но мы трудимся до самого позднего вечера для наших подписчиков. Я уже все, в общем-то, сказал. Всем хорошего настроения, хорошей зимы, хороших подарков, нового всего. Желает вам канал Мини Трактор. Мы желаем это каждому, несмотря на то, как вы относитесь к нам. Будьте успешны, добры и пусть вас любят и вы любите. Всем до свидания. Это был обзор кабины, который устанавливают здесь при покупке трактора. Делают это бесплатно на канале Мини Трактор Украина. Всем пока. Мы вас любим. Субтитры сделал DimaTorzok